Время Да, уж загнула в философии, зато как четко сказала. Что же говорит по этому поводу грамматика? А грамматика говорит, что это форма глагола, относящаяся действия или состояния к прошедшему, настоящему или будущему времени. Мы все тратим свое время, не задумываясь на что. Кто-то на работу, кто-то на отдых, а кто-то праздно проводит его. Но факт остается фактом. Так как я люблю цифры, я решил побаловаться немного с калькулятором и посчитать. По словам министра здравоохранения Республики Казахстан Солидат Кайербековой, средняя продолжительность жизни на 2015 год составляла где-то примерно 70 лет. 70 лет это 25 тысяч 550 дней или 1 миллион 533 тысячи часов или 91 миллион 980 тысяч минут или 5 миллиардов 518 миллионов секунд. Столько мы проживаем за 70 лет жизни. Итак, 7 лет мы безбашенные дети, которым ничего не надо, которые бегают, радуются, резвятся, не задумываясь от времени. Да, и следующий период времени это школа. И сколько мы тратим на учебу за 11 лет? 4 тысячи 15 дней. Или 240 тысяч 900 часов мы тратим на учебу. Потом после школьного образования у кого-то это колледж, у кого-то университет. В среднем это занимает где-то 5-6 лет. Ну может быть у кого-то больше, как у меня. Это примерно где-то 2000 дней. Вот мы и уже потратили 24 года и нам остается 46 лет. После 60 лет, как нам известно, снижается работоспособность на 30% и с каждым годом примерно на 5%. То есть с 60 лет большая часть населения Земли нетрудоспособна. Вот, мы еще потеряли 10 лет. Из этих 36 лет мы на сон тратим около 9 лет. Ну да, нам же надо спать, отдыхать, восстанавливать силы. Так, нам остается около 27 лет, чтобы сделать нашу жизнь сказкой, а также жизнь наших детей. Что же еще входит в это время? Около 2 лет 70% населения Земли тратит на поиски работы. Итак, нам остается около 25 лет. И тут начинается самое интересное. Каждый человек, каждый день мучает себя тем, что ходит на работу. Только у одних эта работа любимая, а у других не особо. Так как при выборе профессии большинство идут по пути. А куда получится или куда послали родители? Никогда не задумываясь о том, тяжело ли нам будет все эти 25 лет или легко, что это будет ад или рай. Никогда не задумываясь. Мне повезло больше. Я всегда выбирал путь своего счастья. Даже при выборе профессии. Я поступил в университет поздно, примерно 5 лет назад. Так как я школу закончил поздно, а все потому, что я начал работать рано. И пока я не нашел ту профессию, которая стала мне по душе, я не пошел дальше учиться. Вам покажутся глупыми мои действия? Но я считаю, что каждый человек должен заниматься тем, что он любит. Иначе не будет успешен, счастлив никогда. Но что же делать? Исходя из своего личного опыта, я могу поделиться с вами не секретами, а примерами. Последние несколько лет я пишу мини-план на свою жизнь, в котором ставлю космические цели, а также ставлю незначительные цели. Но я их ставлю, я их добиваюсь. Советую каждому человеку делать так же. Ну, хотя бы попробуйте. Для чего я ставлю космические цели? Для того, чтобы чувствовать себя более значительным в этом мире. Ведь когда добиваешься их, ты чувствуешь себя королем. А маленькие цели служат для того, чтобы понимать, что жизнь состоит из моментов. И лучше уж ценить каждый момент, нежели терять время на ссоры, обиды, ну и прочее. И что же у нас в итоге получается? Самое первое. Это цените, берегите свое время. Ведь у нас его и так мало. Хоть нам порой с вами кажется, что время у нас есть. Многое успеем еще сделать. А в итоге ничего не успеваем сделать за иной промежуток времени. Второе. Успей сделать за ближайшие пять лет свою жизнь лучше, чем была до этого времени. Третье. Повторюсь еще раз. Не трать жизнь на пустяки. Четвертое. Планируй свои действия, добивайся своих целей. Жизнь коротка, чтобы проживать ее без действий. Я знаю, тебе будет несложно поставить лайк и подписаться там внизу, чтобы поддержать меня еще на шаг ближе приблизиться к своей цели. С вами был Анатол Фабиан и это мои мысли. До новых встреч. Подписаться, жми.